Как мы знаем, 30 июля этого года у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8 балла. В 18.24 по местному времени накопившееся напряжение разрядилось вдоль разлома длиной 200 километров. За считанные минуты юг полуострова съехал на 2 метра к югу-востоку, буквально провалившись в мантию на 30 сантиметров, словно гигантский лифт, уходящий в преисподнюю. Петропавловск-Камчатский, чудом оказавшийся в тихой зоне разлома, сдвинулся лишь на 50 сантиметров, но уже через 18 минут цунами высотой почти 5 метров, порожденная резким опусканием морского дна, обрушилась на северокурильск. Волна, войдя в узкую бухту, сжалась в гидравлический таран, скорость потока достигла 60 километров в час. Давление на квадратный метр превысило 10 тонн, но настоящий апокалипсис рождался не в океане, а в его недрах. Сегодня мы отправимся за кулисы событий. Мы разберемся, что на самом деле произошло, почему это стало возможным и какие скрытые силы стоят за этим. А главное, попытаемся заглянуть вперед, чтобы понять, каким может быть ближайшее будущее не только на Камчатке. Когда мощная сейсмическая волна прошла под поверхностью полуострова, ответ не заставил себя ждать. Сразу несколько вулканов, крупнейших на Камчатке, показали признаки пробуждения. Геологи называют это парадом вулканов, серия срабатываний магматических систем почти одновременно в ответ на крупную тектоническую аномалию. Но если не Зевс, то что же пробудило вулканы? Для этого давайте опустимся под землю, но безопасно. Как оказалось, под каждым вулканом расположен магматический стол. Система очагов и каналов, наполненных расплавленной породой, газами и кристаллическими фракциями. Магма в глубине находится под колоссальным давлением, в ней растворены газы, вода, углекислый газ, сероводород и другие субстанции, которые при подъеме стремятся к освобождению. Если сверху есть крышка, плотная корка или если система заперта, газы скапливаются и давление растет. Малейшее внешнее перераспределение напряжений в породах и вот уже дробная трещина служит началом для более крупного разрыва. Далее землетрясение меняет поле напряжений. Оно может открыть новые пути для магмы, потолкнуть ее к поверхности или наоборот, временно закрыть каналы и вызвать более взрывную реакцию. Все как у людей, так что лишний раз нервничать не стоит. Так вот, когда магма поднимается и встречает лед, снег или подземные воды, диалог перерастает в битву. Гидротермальные системы, которые годами хранили температуру и химические растворы под землей, внезапно попадают в контакт с расплавом, как когда-то Т-1000. Мгновенное испарение воды образуют паровые взрывы, дробящие по роду и создающие пиромагматические выбросы. Весь этот процесс рождает мельчайшие частицы, тончайший пепел, который легко уносится ветром на сотни и тысячи километров. Когда же происходят крупные обвальные события, по долинам катятся лохары. Да, звучит обидно, но на самом деле это смертельно опасные потоки грязи, смеси воды, пемзы, обломков, которые сносят мосты, дамбы и дома, оставляя после себя стертое пространство. Кроме того, извержения могут породить пирокластические потоки, смеси раскаленных газов, пепла и блоков, которые уничтожают все на своем пути. Это базовые законы вулканизма. И они объясняют большинство тех опасностей, с которыми столкнулась Камчатка в эти недели. На практике это выглядело так. Из вершин начали рваться столбы пепла. В некоторых местах и струи лавы. Один из вулканов, который не помнили активным столетиями, вдруг проснулся. Например, вулкан Крашеников. По сообщениям научных групп, там зафиксировали извержение после сотен лет молчания. Пепловый шлейф поднялся на километры, и спутники регистрировали теплые пятна там, где раньше была только снежная безмолвная поверхность. В других точках, в сердцах знакомых и не очень вершин, тревожные сигналы от сейсмометров и камер подтвердили. Лавовые потоки и взрывные выбросы шли почти одновременно и в нескольких местах. Это и есть парад. Сцепка событий, связанных единым толчком и единым перераспределением напряжений в коре. А вот для одного из самых больших вулканов Камчатки, например, Ключевской, авиационные службы подняли под оповещение до высокого уровня. Столбы пепла достигали нескольких километров, и зоны опасности были четко определены для маршрутов над Северной Тихоокеанской воздушной магистралью. В результате множества рейсов пришлось перенаправить грузопотоки и туристические маршруты, которые строились годами, оказались в подвешенном состоянии. Это момент, когда локальная геология начинает диктовать мировую логистику. На данный момент статистика работает против спокойствия. После мультибальных событий вероятность крупных землетрясений исчисляется двухзначными процентами для 7-бальных повторов и практически 100% вероятностью для умеренных толчков ближе к 5-6 баллам. Наблюдать за этим было поручено сотням датчиков, центрам обработки данных и людям, которые дежурят ночами, сверяясь по экрану. Но самое сильное впечатление не в таблицах и графиках. Представьте рыбака, который однажды утренним светом вышел к своей лодке, а берег, к которому он привык, смещен на несколько десятков сантиметров. Причал сдвинулся и привязки больше не состыковывались. Или инженера геотермальной станции, который проверяет датчики и понимает, что протоколы безопасности сработали, но ресурсы для замены оборудования придут лишь через недели, потому что логистика нарушена. Среди ученых на аванпостах кто-то сидит с чашкой кофе и внимательно смотрит на поток данных. Микросейсмы усиливаются, тепловая аномалия растет, хочется сразу выкрикнуть долгожданное, мы все умрем. Но научный голос требует паниковать с осторожностью, ведь кто-то должен посчитать, оценить вектор ветра для прогноза падения пепла, установить зоны эвакуации и маршруты для техники, защищать гидроэлектростанции и проверить дамбы. Все это решает вопрос, будет ли катастрофа локальной или перерастет в бедствия большего масштаба. Эти мелкие точные действия и есть спасение жизни. В этом смысле наука самая конкретная практическая потребность. Как было уже сказано ранее, на данный момент произошел сдвиг полуострова на 2 метра. Что является, по сути, как оказалось, опровержением теории академика Федотова о сейсмических циклах Камчатки, согласно которой подобные землетрясения должны происходить раз 400-600 лет. Последнее событие с равнимой мощностью было в 1952 году, всего 73 года назад. Данный GPS показывает аномалию. Плита двигалась неравномерно, а рывками, что и привело к ускоренному накоплению энергии. Опускание берега на 30 сантиметров уже запустило экологическую цепную реакцию. Соленая вода хлынула в пресноводные лагуны, убивая места, где рыбы мечут икру. Медведи, лишенные рыбы, массово уходят, в том числе к поселкам. Прибрежные леса гибнут от засоления почв. Но природа компенсирует удар. Пепел, содержащий фосфор, калий и микроэлементы, через 2-3 года создаст новые плодородные земли, подобно тому, как после извержения вулкана Крокотау в 1883 году тропические леса восстановились с невероятной скоростью. Гипотетический сценарий, будь эпицентр на 100 километров южнее, в зоне Курильского желоба, вызывает леденящий ужас. Землетрясение магнитудой 9,3 вызвало бы вертикальный сдвиг морского дна на 10 метров, породив цунами высотой до 30 метров. Волна, достигнув узких бухт Шикотана, сжалось бы до 35 метровой стены, движущейся со скоростью 70 километров в час. Бетонные волноломы не выдержали бы удара. Одновременно каскадное извержение Ключевской сопки достигло бы уровня VI6 из 8. Это колоссальное извержение. Такое событие может выбросить пепел стратосферу на высоту до 26 километров и влиять на климат всей планеты в течение лет, как когда-то в Тамборо в 1815 году. Пепловая колонна поднялась бы на 40 километров. Пирокластические потоки температуры в 800 градусов по Цельсию сожгли бы все в радиусе 50 километров. А выброс 100 миллионов тонн диоксида серы в стратосферу создал бы серно-кислотный экран, отражающий солнечный свет. Последствия? Падение глобальной температуры примерно до 2 градусов на 3-5 лет. Неурожай и голод в некоторых регионах. Но этого не случилось. Пока что. Если этот ролик вам понравился, то вы всегда можете поддержать меня на Бусти или Патреоне. Там размещаются и другие ролики, а также интересные материалы. Ссылка будет в описании. Большое спасибо. Да, Камчатка продолжает жить на фоне глухого гула под землей и сияния лавы в ночи. Для одних это дом, для других лаборатория под открытым небом. Для планеты всего лишь еще один вдох в ее бесконечном дыхании. И возможно, спустя десятилетия люди будут вспоминать лето 2025 года, как тот момент, когда Камчатка показала свое подлинное лицо. Дикое, красивое, опасное и одновременно величественное. Это место, которым мы можем любоваться, изучать, но никогда не сможем приручить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова